приветствую вас снова на связи александр дерза я в этом уроке вам покажу как покупать товары с этого магазина у этого поставщика tomtop.com товары по дропшиппинг схеме я решил все-таки решился купить такие часы что-то они мне понравились тем более за 3 доллара почему бы не взять вот значит какие-либо часы сейчас я себе выберу так значит заходим находим вот смотрите здесь вот со скидкой бывает ну правда без без дропшип значит цены также хочу обратить ваше внимание на то что вот здесь на каждом товаре показывает откуда будут отправлены часы товар откуда будет отправлен ваш товар потому что у этого интернет-магазина это вообще крупный холдинг у него несколько складов по всему миру в китае в сша вот из сша обычно товары не доставляются в россию почему-то им видимо это невыгодно и они отправляют из китая но многие товары некоторые бывают что там по два логотип чека то есть китай и вот такой будет тоже вот такой как здесь юсей то есть можно что то есть получается этот товар есть как в китае так и сша значит ну вот мне понравились часы допустим вот эти синие себе приобрету нажимаем оттокарт еще внимание такое хочу ваши обратить что вот здесь вот здесь вот такая вот есть free shipping то есть это бесплатная доставка то есть вот эта цена вот эта цена она уже включена то есть это цена за товар и с бесплатной доставкой за этот товар то есть на самом деле даже в нашей почте россии если взять эти часы иметь у себя дома и отправлять куда-то по россии доставка может стоить больше 3 долларов отправка правильно больше 100 рублей она будет стоить а здесь уже доставка включена и как бы якобы она бесплатно но часы на самом деле очень дешевые и доставка у них уже включена так значит я нажал дальше можно выбрать еще какие-либо товары себе нам накидать в корзину ну как обычно это делается потом поднимаемся наверх либо либо здесь же нажимаем вот где мы шопинг-карт можно нажать это выйдет корзина но я вот нажму здесь здесь можно нажать прямо вот сюда на саму корзину вот здесь показывается корзина значит вот таки обманули что-то скидку не дали вон видите 372 ну ладно бог с ним так от дропшиппинг сервис вот на этой штуке это самая основная вещь в дропшиппинге в этом интернет магазине вот запомните и значит ее если вы отправляете клиенту обязательно ставить что это дает это дает следующее когда посылка придет клиенту то она придет обычный пакет либо обычная коробка на ней будет только адрес клиенты клиента кому она придет и все то есть откуда она пришла сколько этот товар стоил клиент об этом даже знать не будет он подумает что пришел с от вас с вашего склада в китае который вы будете в случае чего так и скажет клиенту вот поэтому эту штуку обязательно добавлять она стоит всего лишь один цент сейчас я ее добавлю вот видите один цент все это значит вот я объяснил что посылка будет без логотипа том топ и простая обычная обычный простой пакет придет с товаром так значит далее вот мне тут предлагают не предлагает отдают за вот этот товар 3 пальцы видите то есть за каждый полный доллар даются один бонус вот у меня уже накоплено здесь двести тридцать один я могу кстати даже прямо сейчас возможно использовать почему бы и нет вот здесь введем допустим я хочу полностью их использовать все двести тридцать один видите счет у меня сейчас 373 то есть 372 за товар и один цент за дропшип сервис так сейчас у меня пересчет корзины произойдет вот смотрите у меня поинта потратились и мне надо доплатить всего лишь один доллар сорок два цента отлично отлично так у меня в принципе на карте денег хватает я может быть еще один товар какой-нибудь закажу может еще какие-либо часы может быть продам может быть себе оставлю так или он ребенку на новый год подарю красивые яркие часики давайте какие-нибудь там ну вот ребенку да вот это еще добавлю у меня девочка думаю будет приятно на новый год получить такой подарок вот значит мне еще дадут шесть поинтов и счет у меня составил уже 4 доллара 41 цент так жмем вот эту кнопку процесс . out так здесь биллинг information здесь вы оставляете свой адрес то есть адрес плательщика переводе нажимаем контюнер следующий пункт shipping information то есть вот это главный пункт куда будет отправлен товар данный конкретно то есть здесь надо вам оставить не свой адрес потому что иначе придет вам посылка а адрес своего клиента значит делается это следующим образом нажимаете вот здесь ниспадающий список вот у меня здесь уже есть список моих клиентов проматываем здесь есть new адрес и вводим адрес вашего клиента то есть ваш клиент когда закажет у вас в интернет-магазине товар он обязательно укажет адрес доставки телефон фио и так далее то есть эти данные вам необходимо сюда ввести вводятся по английски желательно можно и по-русски я уже не раз так делал но фио обязательно наверно все-таки лучше по-английски а также я делал двумя способами я вводил вот допустим фиусный вводил по-английски а ласт на имя вводил по-русски допустим иван иванов пишем сюда вот так по-английски например у нас клиент иван иванов да и сюда пишем уже по-русски единственный момент вот здесь лучше вот такую вот штуку поставить чтобы потому что это будет потом идти одной строкой и будет дублироваться company name это компания клиента если он заказал например в офис это можно не указывать адрес адрес доставки пишем допустим улица здесь обратите внимание пишите по-английски это будут читать наши почтовые службы таможня улица к примеру как обычно мира дом прямо так и пишите дом английскими буквами дом один квартира два вот город город у меня допустим тюмень zip код postal код то есть это индекс наш индекс пишем 625 3 0 и на этот стоит смотрите здесь country здесь по умолчанию стоит сша но мы должны естественно выбрать россию вот нажимаем букву r сразу приходит вот россия только внимательно здесь не выберите какую-нибудь румындию румынии или лучше еще лучше и руанду потому что если если посылка уйдет в эту страну то она очень долго будет там блуждать и пока она вернется к поставщику еще возможно поставщик может вам о ней не сообщить что вернулась посылка то есть вы просто потеряете скорее всего эту посылку и деньги заплаченные за нее поэтому очень внимательно заполняйте адреса всегда ну это что касается ручного оформления конечно же в неручном оформлении как я говорил в предыдущих уроках где excel файл отправляется им там можно указать этот адрес просто написав раша так далее штат или провинция здесь можно ничего не указывать я обычно пишу область допустим тюменская по-английски опять область телефон телефон бывает часто клиенты оставляют телефон но бывает не оставляют может можете указать номер телефона своего интернет магазина который будет у вас потом на сайте ну вдруг вдруг что-то случится с посылкой вам возможно позвонят но мне по моей практике ни разу не звонили потом можно указать вот я прям пишу на так код страны забыл так и еще один такой здесь момент хочу затронуть есть вот вторая строка тут можно ввести адрес по русски я обычно пишу так полный адрес пишу индекс так город феумень улица мира квартира 2 для чего это надо потому что когда наша когда ваша посылка это придет в россию ее будут читать соответственно наши соотечественники которые работают на почте и посылка намного быстрее придет клиенту или к вам если вы себе заказали так здесь можно поставить галочку чтобы сохранить этот адрес себе в адресную книгу сейфы на адрес бог и в дальнейшем если вдруг клиент этот снова у вас что-то закажет что в общем то не исключено вы сразу просто его возьмете и выберите вот здесь из списка я выберу свой адрес обратно то есть который мой домашний и нажимаем контейнер здесь значит есть такой так шиппинг метод то есть способ доставки обычно free доставка бесплатная почта и китая авиапочта китая то есть вот если поставить эту галочку это будет бесплатно но здесь написано вот что здесь написано что без предоставления трек номера и доставка будет осуществлять в течение 10-20 дней если вот я вам перевожу если посылка будет весить более двух килограмм то она возможно будет разделена на несколько посылок кстати это удобно я вот недавно заказал 10 танцевальных ковриков у меня заказали клиенты наложенным платежом и мне в итоге идет сейчас три посылки я все-таки рекомендую вам когда вы заказываете для клиентов рекомендую выбрать все таки этот пункт да он платный но зато во-первых посылка придет намного быстрее во вторых когда клиент будет вдруг спрашивать вас где же мой товар вы ему предоставите трек номер также я хочу напомнить вам что если посылка стоит менее 20 долларов будь у вас дроп шип аккаунт или нет все равно трек номер вам не пришлют то есть все таки если вы выберете этот пункт трек номер у вас обязательно будет вот здесь так и написано что ведь ведь трек номер видите здесь написано without так нам то есть без трек номера здесь трек номер обязательно будет но я выберу этот пункт здесь вот смотрите здесь два способа оплаты можно paypal использовать можно кредитную карту я рекомендую все таки пользоваться paypal это намного лучше и безопаснее и безопаснее и удобнее вот я нажимаю paypal жмем контину и так вот мой общий счет 5 долларов 57 центов за двое часов то есть это примерно 160 рублей place order и далее мы попадаем на сайт paypal переадресация идет на paypal сейчас страничка загрузится вот смотрите тут мой аккаунт показывается сейчас я введу свои адресы пароль свой логин и пароль это электронный адрес и не оговорился так что все правильно так и пароль логин и тут внимание значит во первых наш адрес тут не имеет значения я вам сразу хочу сказать то есть если даже это будет ваш личный домашний адрес ничего страшного в этом нет если вы даже заказывали дроп шипом этот адрес не передается в том топ они его не смотрят здесь я хочу вам еще обратить ваше внимание что тут выбрана ваша главная карта которая которую вы регистрировали в paypal а также сумма в рублях раз у вас аккаунт русский то у вас соответственно по умолчанию валюта будет рублей так значит тут можно сменить карту если допустим вы хотите воспользоваться другой картой не этой вы делайте change и вот тут список карт с которых можно купить данную непосредственно покупку жмем контейнер но я с этой карты возьму так все и тут итоговая информация что будет списана такая-то сумма с такой-то карты и жмем пейнал все теперь сумма снята с вашей карты и вы переадресовываетесь ваш аккаунт где можно увидеть ордер который вам придет на на почту кстати еще продублируется его можно тоже посмотреть все покупки вот он этот ордер все покупки они здесь остаются все то есть теперь вы знаете как оформлять товары это все очень просто и легко не сложнее чем в других интернет магазинах наших русскоязычных итак увидимся следующем уроке пока пока а а а Субтитры создавал DimaTorzok